Всем привет, на связи Мабу и я продолжаю серию видео о том, как же нам изучить андроид разработку. И в прошлых видео я рассказал про самообучение, а в сегодняшнем видео я вам расскажу про обучающие курсы. Я проходил некоторые из них и я могу отличить хороший курс от плохого. Ну плюс сам я являюсь автором курса и поэтому в общем-то я компетентен в этом вопросе и могу вам рассказать, как выбрать себе онлайн курс. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, вы хотите стать андроид разработчиком и хотите обучаться на курсе, чтобы вас провели за руку. Как же вам выбрать курс? Во-первых, конечно же, нужно посмотреть программу обучения. Если вы открываете курс и видите, что сначала вы изучаете Java, а потом Kotlin, все, этот курс не для вас. Там либо обман будет, либо все очень печально, либо человек будет вас обучать устаревшим техникам. И, кстати говоря, я очень часто вижу, когда мне приходят люди из группы после годового обучения на таких сервисах, как Skillbox, Geekbrains, Металлогия, вот оттуда и отовсюду. И я очень часто слышу о том, что изучают устаревшие технологии и изучают методы, которые уже не используются. Раз. То есть смотрим на программу обучения. Кроме того, я бы вам посоветовал бы сравнить программу обучения с теми навыками, которые требуются на вакансиях. Если есть пересечения, хотя бы 70%, то может быть курсы хорошие. То есть смотрите обязательно на программу обучения. Далее вы должны посмотреть, кто преподает. Является ли человек, которому вы будете оплачивать за курс, собственно, самим преподавателем и автором курса. То есть писал ли он эту программу обучения сам? Записывал ли он ее сам? Сам ли он обучает? Сам ли он производит консультации? Либо это все наемные сотрудники и менеджеры. Это очень важно, потому что вы, получается, такая ситуация может возникнуть, что вы оплачите курс одному человеку, а преподавать вас будет другой человек. И опять же возвращаемся к Geekbrain, с ускеллбокс, у металлогии. И там приходят, там преподают приходящие преподаватели. Им заплатили за один урок, они начали преподавать и записали, как бы записали видео и пустили это видео в курс. Им не важно, как они вас научат, им главное отработать свое время. Им неинтересно отвечать на ваши вопросы в консультации, именно поэтому ответы на вопросы могут на таких площадках доходить и до недели. Потому что у них есть своя работа, они наемные сотрудники, им неинтересно с вами работать, им неинтересно вас обучать. Им все равно, что будет с этим бизнесом. Они не являются собственниками этого бизнеса и у них нет этой творческой жилки. Им все равно. И поэтому мы часто видим на таких крупных площадках, где преподают исключительно приходящие преподаватели, что все очень печально. То есть вам нужно найти тот случай, когда вы переводите оплату за курс тому же человеку, который будет вам преподавать этот курс и отвечать на ваши вопросы. Это очень важно. Кроме того, вы должны определять, посмотреть, есть ли обратная связь на этом курсе, какого она качества. То есть есть ли вариант консультации, нет варианта консультации, сколько консультаций предусматривает ваше обучение, консультации в каком формате, как проверяются домашние задания, проверяются ли домашние задания, или просто проверяется проверка запуска мобильного приложения, или будет разбираться ваш код, в каком формате будет разбираться ваш код. Это очень важно. Кроме того, вы должны посмотреть, в каком формате проходит курс. Он в видеоформате, в текстовом формате, или в виде вебинаров. Первое топовое место занимает видеоформат, то есть формат видеоуроков. Как правило, курсы, которые сделаны в этом формате, они самые дорогостоящие, потому что, чтобы создать качественное видео, нужно не просто записать его, нужно его смонтировать, комментировать, правильно структурированно подготовиться, в некоторых случаях даже сценарий написать. Очень важно, потому что именно поэтому производство видеоуроков, оно стоит больше всего, и поэтому такие курсы самые дорогостоящие, потому что они самые эффективные. Вы не будете слышать во время просмотра и тратить свое время на такие моменты, когда преподаватель просто думает. Это вам сэкономит кучу времени. Таким образом, допустим, если вы бы проходили этот курс в формате вебинара, ваш вебинар бы шел 2 часа. Тот же самый материал, можно изложить в видеоуроке за 30 минут. Это катастрофически экономит ваше время. Поэтому лучше выбирать, где курс построен на видеоуроках, а уже есть обратная связь. Все думают, что нужен вебинар, ведь там преподаватель отвечает на вопросы. Преподаватель будет отвечать на ваши вопросы нехотя, лишь бы отмазаться, потому что у вас в группе много людей, и он будет лишь бы как отвечать на вопросы. А вот тот подход, когда вы изучаете по видеоурокам, и у вас есть обратная связь лично с преподавателем, то есть, если у вас преподаватель работает с каждым учеником лично, и лично отвечает ему на вопросы, это самая эффективная модель. Так что первое топовое место, это формат видеоуроков, ну, как записи, да. Второе место, если нет такого варианта, то вебинар, и третье уже текстовое. Ну, я думаю, это уже не встречается. Вообще, ищите, чтобы был формат видеоуроков. Ну, естественно, когда вы будете изучать программу обучения, вы должны протестировать актуальную тематику уроков на настоящий момент, то есть, посмотреть вам нужно будет, как бы, использоваться технологии или нет. Это очень сложно проверить, если вы только начинаете. Вы, скорее всего, этого не проверите. Но вы должны уточнить у преподавателя, обновляются ли у него уроки, допустим, если вышло какое-то обновление в техниках, в техно-применяемых технологиях, обновляются ли это видеоуроки? Или это видеоуроки, как бы записались два года назад, так они и висят? Да, и очень правильно, если вы поинтересуетесь, когда записывался курс. То есть, в Android-разработке каждый год все очень сильно меняется, поэтому важно поинтересоваться, но очень важно поинтересоваться, когда записывался курс и обновляются ли видеоуроки. То есть, вы, тем самым, хоть немножко поймете актуальность предоставляемой информации. Кроме того, вы должны поинтересоваться, дает ли преподаватель ссылки на скачивание кода, который использовался в уроках. И нужно будет, конечно же, и также поинтересоваться, нужно ли вам что-то будет дополнительно гуглить для выполнения домашних заданий. Или вся информация, которая нужна для домашних заданий, у вас полностью есть в уроках, чтобы вас не отправляли гуглить все это в интернете, а могли вам нормально все разъяснить. Кроме того, вы должны также поинтересоваться, какой формат консультации. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, вам непонятно что-то по урокам, вам преподаватель сможет записать личное видео и более подробно разъяснить. Кроме того, вы должны также посмотреть, как происходит оплата, поинтересоваться, возможно ли оплата помесячно. Если категорически нет, то это очень большие, как бы так, у вас должно вызвать сомнения, но и с другой стороны, не должны вызвать сомнения. Очень мало курсов, которые разрешают помесячно оплачивать. Ну, допустим, вот поэтому у меня нет, например, рынка конкуренции на моем курсе, потому что я единственный из преподавателей Android-разработки, кто разрешает оплачивать помесячно. Почему не дают вам никто такой возможности? Да потому что они знают, что у них курс криво записан, информация неактуальна, и после первого месяца вы к ним не вернетесь. И поэтому они не дают такой возможности. Поэтому можно поискать еще, кто предлагает вам помесячную оплату. Также нужно посмотреть на самого преподавателя. Идеальным вариантом будет следующее. Если вы найдете преподавателя, у которого есть собственный YouTube-канал, охватом до 5-10 тысяч подписчиков, который вам предлагает курс стоимостью не выше 10 тысяч рублей, и который постоянно выпускает видеоуроки. Вот этот идеальный вариант, а и конечно же, и конечно же при условии, что преподаватель будет вас лично консультировать. Вот такой вариант будет вам идеален. И давайте подытожим, какой же курс стоит выбрать. Во-первых, смотрите, чтобы там не изучалось Java, проверяете программу обучения на актуальность, на обновление информации, и, собственно, также сверяете это все с вакансиями. То есть детально просматривайте программу обучения. Смотрите на преподавателя, на его охват канала, на стоимость обучения, на возможность оплачивать помесячно. Также интересуйтесь, в каком формате идет консультация, в каком объемах, и безлимитно ли количество консультаций или нет. Кроме того, вы должны также поинтересоваться, в каком формате идет обучение. В целом, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Но если вы хотите выучиться качественно, оперативно, если вы хотите получить обновляемый курс, только с актуальной информацией, если вы хотите получить качественную, если вы хотите получить качественные консультации и пожизненный доступ к курсу, кстати, очень важно, чтобы еще доступ к курсу был нормальный, пожизненный, а не урезанный, то приходите ко мне на курс, я вас научу сроком от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, сколько времени будете выделять на обучение. А на сегодня у меня все, с вами был проект Мабу, всем пока.